здравствуйте дорогие рукодельницы привет из оренбурга с вами я марина и сегодня мы будем делать джинсовые тапочки будем давать джинсам вторую жизнь вот смотрите чтобы сделать выкройку тапочек я взяла свой тапочек он у меня большого размера свободной и я вот по нему вырезала такую вот выкройку подошвы и верха и я думаю что это будет достаточно для того чтобы сделать тапочек вот так вот примерно вот так вот будем сшивать и вот такой у нас получится тапочек ну что ж приступим берем джинсы ненужные вот у меня несколько кусочков джинс вырезаем вот для подошвы я вырезала 5 слоев джинсы они у меня такие крепкие надежные вот посмотрите 5 штук я их про стегала и стегать буду вот просто простыми линиями прямыми вот так вот наискосок ну как бы ромбами вот это моя линеечка мне помогает я вот так раздлиновала чтобы работа была аккуратненькая вот и сейчас еду на машиночку и все это прошиваю вот пять слоев джинсы я думала что машинка как бы не справится но слава богу все прошито справилась машинка вот посмотрите какие хорошие надежные такие плотные стелечки у меня получились ну что ж сейчас будем делать вверх вот смотрите даем вторую жизнь джинсом вот у меня есть вот такие вот джинсики шортики и вот тут вот где кармашки очень красивая аппликация какие-то звезды точки блестящие какие-то там человечки мордашки человечков но в общем будем использовать все что есть у нас под рукой вот посмотрите какие симпатичные я вырезала верхушечки в середину я сделала ну как бы пиццу наложила кусочки джинс уже обрезки потому что вот целиковых у меня не оказалось ну что ж мы вышли из положения вот и вот просто вот какими-то такими волнистыми линиями будем прошивать простегивать вот наши верхушечки вот посмотрите как у меня хорошо получилось я очень довольна вот такими волнистыми линиями простегала и между вот звездочками строчечку прошла проложила так и вот так вот нам нужно пришить наш к нашей подошве вот этот верх тапочка сейчас будем пробовать как же это получится мы находим середину на подошве и середину на вот наши заготовки но вначале мы должны косой бейкой отделать вот этот верх на одном и на втором я беру вот 5 вот такая у меня есть синий кусочек режу косую бейку вот складываю вдова в два раза можно заутюжить это дело чтобы еще аккуратнее получилось но я вот так прикладываю к изнанке и будем прошивать по изнанке потом выворачивать на лицо вот так я аккуратно все закалываю иголочками прошиваем вот видите я уже прошила теперь выворачиваем на лицо тоже иголочками закалываем чтобы было все аккуратно и прокладываем строчечку вот вот посмотрите вот так закололи и вот так вот прошили вот видите как аккуратно и хорошо у нас получилось тогда лишнее срезаем и уже вверх нашего тапочка аккуратно аккуратно обработан вот посмотрите прекрасно мне очень нравится ну что ж сейчас будем пришивать пришивать подошве вот наш вверх я уже сказала как я это делаю вот нахожу середину на подошве и на вот этой заготовочки и прям вот так вот по лицу прошиваем вот посмотрите вот с одной стороны я прошила и другой вот уже как бы тапочек у нас и образовался так теперь нам нужно обработать этот шов мы также берем косую бейку и точно так же как и вот вверх тапочка будем пришивать косую бейку и тем самым закрывать вот этот наш шовчик срез так вот я пришила и второй тапочек сшила и теперь мне нужно нужно обработать косой бейкой вот посмотрите какие симпатичные получить получаются тапочки но мне очень нравится я прям не на любуюсь но такие красавицы получаются так такой вверх вот симпатичные там и стразики и всякие какие-то звездочки вот очень удачно вот я сообразила сделать верх вот из из этих вот кусочков джинс так ну чтож приступим к работе я вот пришила бейку косую вот видите также пришивала по изнанке вот и теперь нужно ее отогнуть и прошить еще раз по лицу но я вот попробовала на машинке ну конечно машинку уже не берет здесь фактически у нас 10 слоев джинсовой ткани конечно машиночки уже тяжело и я не стала ее напрягать а просто вручную вот эту вот бичку прошила очень аккуратно получилось потайным швом это я сделала очень быстро все это никаких усилий не прикладывая ну конечно на машинке было бы лучше но не берет уже потому что там действительно очень толстые 10 слоев джинсы джинс все-таки плотная ткань вот посмотрите я вам покажу как я заправляю ниточку вот так вот на сантиметра на два пропускаю иголку вовнутрь и отрезаю ниточку и нитка остается там внутри ткани вот смотрите вот я уже половина тапочка прошила вам покажу посмотрите как это аккуратно и вот так вот так же продолжаем свою работу вот так вот буду отгибать и просто иголочкой прошивать потайным швом ну вот посмотрите какие тапочки лоскутные из джинсы у меня получились просто прелесть все шовчики обработаны все красиво аккуратно я думаю что эти тапочки будут носиться потому что джинсы в довольно плотная ткань вот так они смотрятся на ноги и сами идут в пляс но как всегда один экземпляр для меня это мало я не успокоилась душа требует сшить и шить и шить у меня вот были такие кусочки термостежки двух цветов и я решила сделать еще одни вот посмотрите как я сшила верхушечки для новых тапочек и также сделала подошву джинс и посмотрите как какая пара тапочек еще одна получилась но это уже для гостей приходите ко мне в гости на чай все мои девочки подружки вот тапочки уже у вас есть ну что ж мои хорошие я с вами прощаюсь ставьте пальчики вверх кто не подписался подписывайтесь до новых встреч пока пока